На очереди у нас обзор рынков. Его подготовила Ирина Былубердина, руководитель представительства Финам в Перми. Ирина, приветствую. Реакция рынков на снижение ключевой ставки Центробанка. Антон, приветствую. Да, конечно, снижение ключевой ставки Центробанком оказало свое влияние. Об этом я расскажу подробнее, но в начале обзор рынков за эту неделю, основные котировки. В первой половине текущей недели российские фондовые индексы показали негативную динамику. Так, индекс ММВБ снизился на 1,25%, до отметки почти 2000 пунктов. А индекс РТС потерял целых 3%, опустившись до 1085 пунктов. Нефть марки Брент отступила на 4,5%, до 49 долларов 53 центов за баррель. Котировки золота также снизились на 3%, в результате чего закрылись в отметке в 1228 долларов за тройскую унцию. Доллар за три торговых сессии прибавил 1,78%, поднявшись почти до 58 рублей. Евро подтянулся на 2%, до 63,5 рублей. Сегодня мы поговорим о последствиях объявленного 28 апреля Банком России снижения ключевой ставки на 0,5% пункта. Собственно, само снижение ставки не было неожиданностью для большинства участников рынка. Другое дело, что ставка была снижена довольно сильно. Смелые действия Центробанка сразу дали повод для предположения, что наш регулятор пытается таким образом бороться не только с инфляцией, сколько не допустить укрепления рубля. То есть снижение ставки – это сигнал к грядущему ослаблению нашей валюты. Так ли это? Давайте разбираться. Банк России действительно умеет пользоваться изменением ставки как инструментом поддержки рубля. На графике мы видим историю изменения ставки. Можно предположить, что если ставку начали снижать, то значит рубль будет ослабевать. Однако пока рекомендую не спешить менять рубли на доллары или евро. Более того, именно ставка на рублевые активы будет выгодна в ближайшее время. Сейчас очень часто употребляется термин «carry trade» – операции спекулянтов, извлекающих прибыль от разницы процентных ставок в разных странах. Можно сказать, что чем больше эта разница, тем выгоднее эта стратегия. Именно действием этих спекулянтов в немалой степени рубль обязан своим укреплением в последние месяцы. Кроме того, укрепление рубля способствует и цены на нефть. Они стабилизировались на относительно комфортных для нашей экономики уровнях, благодаря соглашению стран ОПЕК о сокращении добычи. Так вот, даже при снижении ключевой ставки на полупроцента, все равно сохранился большой разрыв между процентными ставками в Российской Федерации и развитых странах. Например, ставка ФРС США. Данные мы видим также на графике. Значит, спекулянты продолжат в своей стратегии керри-трейд поддерживать рубль. Страны ОПЕК также не собираются отказываться от сокращения добычи и даже могут продлить его. А значит, и риски резкого ослабления рубля из-за снижения цен на нефть также минимальны. По расчетам, к концу мая доллар может стоить в пределах 55 рублей 30 копеек. Рекомендую нашим зрителям инвестировать в рублевые активы, например, в облигации федерального займа. Ряд этих бумаг чутко реагирует на снижение ставки и приносит неплохую прибыль за счет роста своей курсовой стоимостью. Можно сказать, что инвестируя в облигации, вы участвуете в прибыли тех крупных спекулянтов, которые укрепляют рубль стратегией керри-трейд. Надо отметить, что вложения в облигации для российского инвестора носят минимальные риски. Ведь по этим долгам отвечает само государство. При этом Банк России в течение года, возможно, еще не раз снизит ставку, а значит и прибыль по этим бумагам может возрасти. И в заключении я, как всегда, напоминаю, что я и мои коллеги всегда готовы прийти на помощь и проконсультировать вас и по облигациям, и по другим инструментам. Спасибо. Ирина, благодарю. Ирина Булыбердина, руководитель представительства Финам в Перми, подготовила обзор рынков.